Почему я стала лучшим волонтером в сфере именно образования? Там были разные сферы, но я стала лучшим волонтером в сфере образования, потому что моя вся деятельность, она направлена именно на сферу образования. Очень сложно, для меня это было намного сложнее, чем, наверное, городским, потому что я сама с Мамлютки, с городом Мамлютка. Самое главное – это тайм-менеджмент, то есть правильное ведение, правильное планирование. У меня это маленький блокнот, ежедневник. Здравствуйте, сегодня у нас в гостях Аслужан Бегалинова, участница проекта «Медаль Елбасы», ученица Назарбаев интеллектуальной школы. Здравствуйте, Аслужан. Здравствуйте. Вы получили бронзовую медаль. Расскажите об этом поподробнее, как это все получилось и ваши эмоции, самое главное. Да, я являюсь обладательницей бронзовой медали Елбасы и стала участницей проекта «Медаль Елбасы» в июле 2020 года. Даже запомнила дату – 16 июля. Для меня очень знаменательный день. И получается бронзовый этап, он длится два триместра, то есть шесть месяцев длится. И закончила я этот этап в декабре 2020 года. И именно в декабре, первой половине декабря, меня наградил Аким Нашей области, Кумар Агибаевич бронзовой медалью. То есть я вошла в топ-10 лучших участников проекта «Медаль Елбасы» по Североказахстанской области. На тот момент примерно было более 10 тысяч человек по Казахстану. И вот в нашей области было примерно 400 человек участников проекта «Медаль Елбасы». И из 400 человек мы, 10 человек, были самые лучшие. И когда я это узнала, конечно же, это была для меня ошеломительная эмоция, потому что мы получили самые первые медаль Елбасы именно бронзового уровня. Сейчас я уже развиваю себя на золотом уровне, то есть я пропустила серебряный уровень, потому что мне нужно поступать, мне осталось два года учиться, а на золото идти полтора года. А что входит в этот конкурс? Немножко поподробнее. Да, ну вот смотрите, это как не конкурс, это как просто проект, в котором ты себя развиваешь. Ты не с кем-то соревнуешься, ты соревнуешься именно с самим собой. И самое главное здесь это развить дисциплину, потому что мы развиваем себя в разных направлениях. Это таланты и навыки. Таланты и навыки у меня это ораторское искусство, я выбрала. У некоторых гитара, у некоторых там хореография, вокал и так далее. Вот у меня ораторское искусство. И спорт, естественно, волонтерство также входит, как вот в прошлом году был год волонтера. Это было все актуально. И еще несколько направлений, то есть всего 7 направлений, в которых ты развиваешься. И тебе самое главное это в каждом направлении вообще достичь дисциплины, достичь, можно даже сказать, перфекционизма в каждом уровне. То есть каждый раз тебе наставник, у меня наставник Ренат Шамшудинов. Я ему очень благодарна, потому что это такой наставник, который каждый день мотивирует. Каждый день он пишет у нас в группе, в WhatsApp-группе, да, говорит, вы крутые ребята, вы добьетесь, вы добьетесь своего. И нужно именно с таким девизом идти по жизни. И именно, наверное, его слова, они помогли оказаться в топе, в десятке, получается. А как прошла встреча вот между вами, между медалистами? Вот это тоже интересно, потому что вы все очень креативные, крутые, можно даже так сказать, каждый в своей области. Понимаете, конкурирующая была борьба или все-таки вместе у вас все это происходило? На самом деле, да, давайте я расскажу. 5-6 июля в городе Нур-Султан нас собрали создатели проекта «Медаль Ельбаса», то есть Академия Ельбаса. И узнали мы про это в конце июня. К чему это было приурочено? Это было приурочено к тому, что 1 июля 2020 года был, можно сказать, рожден проект, то есть только он родился. Только тогда это был пилотный проект. Сейчас это уже такой с хорошей базой проект, которому можно доверять, в принципе. Потому что мы сами прошли, мы первопроходцы. Вот медаль Ельбаса бронзового уровня, все есть. И именно к этому было приурочено, то есть год, был год, день рождения проекта, можно даже сказать, да. И именно к этому было приурочено, потому что 1 июля, получается, 5-6 июля, это как и 6 июля день рождения Ельбаса, также рождение проекта и, естественно, день столицы. В эти даты нас позвали в город Нур-Султан для того, чтобы провести экскурсию. Это были два дня очень загруженные, но загруженные они были хорошими эмоциями и воспоминаниями, самое главное. Потому что я представляла Североказахстанскую область, да, я была лицом от Североказахстанской области, амбассадором проекта, 10 именно амбассадоров проекта. И это такой, знаете, мини-проект, который тоже можно сказать, что это на начальном этапе только, то есть это на пилотном тоже проект, амбассадоры, 10 лиц проекта медаль Ельбаса. Но мы не можем сказать, что мы самые лучшие лица, самые лучшие участники этого проекта по республике. Конечно же, на нашем месте достойны стоять и другие участники. Я сама лично знаю, кто Североказахстанской области также может стоять на моем месте. Но это будет, наверное, пока что нам сказали, может быть большая вероятность того, что это будет каждый год создаваться, каждый год проводиться это мероприятие. И все больше новых лиц узнает Казахстан с помощью проекта «Медаль Ельбаса». И отвечая на ваш вопрос, это не было, не было, не было никакой конкуренции. То есть мы все, мы все как бы, знаете, мы еще все же одного возраста, у всех свои одинаковые цели. И многие, все мы были, мы все были дружные, вот правда. Мы все были с разных городов, абсолютно с разных. И мы познакомились за неделю до этого, но мы поверхностно знали друг друга просто про его достижения, да, грубо говоря, просто про то, сколько он области и все. Когда мы приехали в первый день 5 июля, мы все заселились в отель, и мы там уже более глубже узнали друг друга и поняли, что мы все одинаковые. То есть, да, есть там у кого-то в каких-то, ну, свои достижения в определенных целях, в определенных направлениях, но мы все одинаковые тем, что мы горим одним, одними тем же. То есть у нас, от нас исходит один вайп, если на молодежном языке, один вайп. То есть мы все очень одинаковые, одинаково амбициозны, и мы хотели это передать Дариге Нурсултановне. Потому что 6 июля мы встретились с Назарбаев Дариге Нурсултановной, и тогда мы хотели передать все наши эмоции, весь наш позитив, всю нашу благодарность. Мы 5 июля сплотились, то есть мы поехали на Экспо, Елю МТ, у нас была большая экскурсия, IT-юниверситет, то есть университет IT. И Блемленд, также Блемленд посетили, головной офис, то есть много чего посетили, мы ездили даже на даблдекере, то есть это двухъяростный автобус. И это все, конечно же, не могло сплотить нас. Потом мы 6 июля уже с новыми силами собрались и выразили всю искреннюю благодарность Дариге Нурсултановне. Поэтому это не было никакой конкуренцией. А Сажан, а вот какие впечатления именно на тебя произвела Дарига Нурсултановна? Ну, расскажу честно про себя, я была модератором, именно 10 человек были, плюс 2 тиктокера, да, и я была модератором на этой встрече, была модератором я и мой ведущий, это Бигбулат Растанбек, то есть он ведущий Таншоу Пан в городе Нурсултан, и он тоже является участником проекта «Медалили Басе», и мы с ним вели данную встречу, и было, конечно же, очень страшно. Такая чувствовалась, такая тревога, потому что нам за час до встречи дали сценарий. И мы такие, о-о-о, как-как, мы подготовились буквально за 30 минут, и в принципе прошло всё на одной волне. То есть она, мы ожидали от неё, что она будет более так жёсткой, знаете, чистой, прям принципиальной, но было с ней так увлекательно и интересно разговаривать, в том смысле, что она человек, который даёт толчок задуматься в других направлениях. То есть если с ней сам поговоришь, ты понимаешь, что все твои регалии, все твои достижения, они уходят на второй план. Она именно задаёт вопросы, на которых базируются, например, моральные ценности. То есть, например, один из вопросов был, «Ребята, как вы думаете, вот как вы вообще ощутили, может быть, какой-то особенный член из вашей семьи стал для вас другим или стал для вас другом в течение прохождения проекта Медарьи или Бесса?» То есть, и да, многие люди отвечали, многие участники отвечали, что на самом деле мама там как-то по-другому оказалась, что она переживала, она всегда закрывала комнату на ключе, когда, например, я задаю задание, когда мне нужно записать видео, и тогда они видели поддержку. И на самом деле после её таких вопросов мы, все участники задумались, а правда нужно отойти в сторону моральных ценностей и ценностей, знаете, семейных. Вот она такие темы затрагивала. Ты смогла пообщаться с популярными тиктокерами, которые тоже были приглашены на встречу. Насколько интересен этот был опыт? Да, были два тиктокера. Тикток-блогера — это Авдикадыр, Авдикадыр Наурсбек. То есть это, можно сказать, чабан, пастух, но он именно тем и знаменит. То есть он сам села, и будучи чабаном, он снимал различные вайны, снимал видео с лошадьми, с баранами. И вот этим он стал популярен. То есть не каждый, не каждый человек осмелится такое снять и выложить вот свою рутину обуденную. А именно он снял, и он стал популярным. И знаете, 2 миллиона подписчиков в тикток-блоге — это очень большие цифры. Это не каждый сможет достичь. И было с ним интересно побеседовать о том, как он достиг. То есть, знаете, очень большой шквал хейта был в его сторону, естественно. Чем ты такое снимаешь, да как ты можешь, и так далее. Когда он поделился тем, как он прошел через этот путь, тернистый, можно сказать, путь, и как он дошел до этого уровня, он тоже является участником проекта «Медаль Ельбаса». И было очень интересно узнать его лайфхаки. То есть, как он, например, напряжение снимал, да, стресс. То есть это очень сложная работа — быть на виду и быть всегда хорошим для всех. Ну, не каждый сможет такое осилить. И второй тикток-блогер — это Алина Ким. Это тикток-блогер Хомяк. Да, Хомяк. Ее так называют, у нее сценический образ такой. И она тоже в тиктоке сидит. И у нее подписчиков уже 25 миллионов человек. То есть, чтобы вы понимали, это даже больше, чем Казахстан, да. Да, и было интересно с ней тоже побеседовать. Но, конечно же, у них были свои продюсеры, через которые можно было вести контакт. И мы даже провели конкурс. Конкурс был основан на том, чтобы они нашим, моим друзьям, например, участникам проекта «Медаль Ельбаса» оставили автографы на футболках. Также это было видеопривет и так далее. Они тоже вашего возраста тиктоке? Да, они тоже нашего возраста. И вот к своему 17-летию 25 миллионов подписчиков? Да, да. Мы тоже удивились, когда мы узнали, что у нее 25 миллионов подписчиков. Ну, в принципе, да, тикток — это такая платформа, на которой все сидят сейчас. И я не буду скрывать, я тоже сижу. Но там нет уже... Ну да, да, там очень хороший контент. Контент не только для того, чтобы расслабиться, да, как-то развлекательный контент. Там есть такой контент, где можно обучиться чему-то новому. Там, например, у нас есть многие знаменитые, например, учитель по химии. Он тоже вот с помощью тиктока развивает свой блог. И, во-первых, а во-вторых, он учит таких же вот ребят, как и мы. То есть тикток — это сейчас такая платформа, которая захватила весь мир. Асажа, ну настолько ты активный человек вообще, победитель конкурсов разных, проектов. О чем проекты? Вообще немножко про себя. Расскажи вот, что тебе больше всего нравится, к чему ты стремишься и чего ты хочешь. На самом деле этот вопрос мне задают очень часто. Задают как мои ровесники, так и люди постарше. И отвечаю всегда так. Сейчас моя жизнь связана именно с учебой. Академическая успеваемость для меня на первом месте стоит. Назарбаев интеллектуальная школа, моя отдушина, в которую я вкладываю и в свое образование я именно большую часть времени, львиную долю своего времени я вкладываю именно в образование, конечно же, во-первых. И связано, если говорить про академическую успеваемость, у меня есть несколько проектов. Например, один из них — это проект по предмету самопознания. Мы его защитили в городе Москва, где мы заняли первое место. Также мы защитили его во Франции, где мы стали обладателями, лауреатами второй степени. И наш проект, он основывается на том, чтобы... Вообще, тема звучит так. Влияние методов предмета самопознания на уровень тревожности учащихся седьмых классов связанных с адаптацией к новым условиям обучения в Назарбаев интеллектуальной школе химико-биологического направления города Петропавловска. То есть очень большая, всеобъемлющая тема. Емкая, да. Да, емкая тема. Но, знаете, вот я же говорю, что у меня большая часть моего труда, она направлена на образование. И именно так же могу сказать, что я здесь и стала лучшим волонтером в сфере образования. Вошла в топ-20 волонтеров по Североказахстанской области. И, естественно, почему я стала лучшим волонтером в сфере именно образования? Там были разные сферы, но я стала лучшим волонтером в сфере образования. Потому что моя вся деятельность, она направлена именно на сферу образования. Даже вот мой, например, проект «Возьмем», он же тоже действует в направлении образования, чтобы улучшить, увеличить скорость адаптации человека, семиклассника. Например, семиклассников, потому что в Назарбаеве интеллектуальную школу поступают только, учатся только седьмого класса, а собираются они все с разных городов, с сел и так далее. Это очень сложно. Для меня это было намного сложнее, чем, наверное, городским, потому что я сама с Мамлюткой, с городом Мамлютка. И именно на своем опыте, наверное, на своем примере мы создали такой проект. Потом мы опробировали его на седьмых классах 2-3 года, опробировали, и, конечно, практический опыт он показал, он показал свою результативность. Вот именно на… Знаете, мой девиз сейчас пока что, да, до 20, до 23 лет, может, до 25, может, дальше так и пойдет, я не знаю, но вот мой девиз – это так, помогать людям, помогать молодежи, помогать молодежи быть образованными и получать высокую квалификацию, так скажем, да, без преград. Волонтерское движение просвучало, да? Хотелось бы об этом поподробнее, потому что не каждый может быть волонтером. Расскажи об этом. Волонтерское движение, да, я являюсь волонтером в нашей школе, у нас действует проект «Служение обществу», я являлась одним из координаторов данного проекта. В рамках данного проекта мы провели множество встреч с солнечными детьми, к нам каждую среду приезжали дети, солнечные дети, с которыми мы проводили развлекательные игры, игры на то, чтобы развить моторику рук и так далее, да. И также мы съездили в дом престарелых, в город, в Смирново, в селе Смирново. И все это на меня повлияло с хорошей стороны, потому что я стала эмпатом, я стала человеком, который неравнодушен к проблемам других. Знаете, потому что мы все в наше время, мы все, ну, наше суровое время, мы все должны быть черствые такие, суровые, чтобы там, не знаю, достигать, достигать, достигать. Но мы не должны забывать человечность, самое главное в наше время. Человечность, доброта, простота — это те качества, которые никогда не выйдут из моды. Это всегда будет актуально. И пусть даже тебя за это, не знаю, не уважают, но самое главное — ты будь честен самим собой. И именно с такими побуждениями я помогала пенсионерам, например. Мы ездили в дом престарелых, да, тот же самый. Также к физическим лицам, то есть к отдельным лицам пенсионеров. В прошлом году, в этом году также я езжу, помогаю им по дому убираться, например. Также купить, ну, гуманитарная какая-то помощь, а тем более в время пандемии, когда только началось это все, было им сложно, потому что границы все были закрыты. И мы им помогали не только материально, да, как-то, ну, все волонтеры собрались, помогли материально, не только это, но и, естественно, морально. То есть моральная поддержка от нас шла. И знаете, когда ты общаешься с таким человеком, которому столько же лет, как и твоей бабушке родной, и которая сидит один, и у него нету ни родственников рядом, ни, самое главное, внуков, да, детей нету рядом, и откуда ему брать мотивацию жить, да? А вот мы говорим, вот мы, будущее поколение нашей страны, все у нас в руках, но откуда мы можем что-то, как мы можем что-то поменять, когда мы сами равнодушны к нашим бабушкам, дедушкам, да? Они же нам дают мотивацию, самое главное. Когда я вижу свою бабушку, я ее целую, обнимаю, потому что ей столько же лет, как и Нурсултану Назарбаеву, и огромное ей спасибо, что она до сих пор со мной рядом, что она во всех мне начинаниях поддерживает. Также ты делишься своим опытом, пусть небольшим, но уже опытом. Ты ведешь блог по ораторскому искусству. Вот сейчас, беседая с тобой, я поняла, что ты большая молодец, настолько развитая речь, и я сейчас не удивлена, что именно по ораторскому искусству. Расскажи об этом еще. Да, мой блог по ораторскому искусству я начала вести в прошлом году, и это все, знаете, так спонтанно получилось, потому что, как я и говорила до, да, и моя самая главная миссия — это как, чтобы молодежь получала образование без преград, без проблем. И я начала замечать, что в кругу моих одноклассников, в кругу моих ровесников есть такие люди, которые не могут грамотно изложить свою позицию, например, да, или защитить свою позицию. С этим связаны и дебаты также, да, я, ну, играла в различных дебатных клубах, и я когда это заметила, знаете, я еще такой человек, я справедливый человек, то есть смелый человек, знаете, смелый человек не всегда справедливый, но справедливый человек всегда смелый человек, для меня так. Ну вот я справедливый человек-смелый человек. И я, вот у меня с детства идет, я всегда хочу защитить кого-то, кого-то, кого, например, угнетают, обижают, и я начала замечать, что и даже в моем возрасте уже до сих пор есть такие люди, которые не могут себя защитить, не могут правильно высказать свою точку зрения, не могут донести свою позицию правильно, грамотно, и поэтому это меня побудило на то, чтобы создать блог по ораторскому искусству. Естественно, у меня там небольшое количество подписчиков, но это те, которые меня по-настоящему смотрят, восхищаются моим творчеством и, самое главное, получают от меня лайфхаки, советы. И если говорить про блог, то блог ораторского искусства, он также как бы фактором, почему я его развила, почему я его вообще начала, это являются многочисленные блогеры, также по ораторскому мастерству, по ораторскому искусству, которые меня вдохновили на это. И, то есть, во-первых, причина, да, почему я завела блог, во-первых, это личная выгода, ну, то есть, как и все люди, да, личная выгода, то есть я развиваю себя в блоге, я развиваю свой потенциал в развитии блога, то есть как это все с начального этапа, как все развивать, да, у меня есть свой блог личный, где я делюсь своими новостями и так далее, а это блок в определенном направлении. Во-вторых, это помощь другим, то есть я там делюсь, начиная, вообще мои посты начинают с того, что нужно создать себе личность, нужно создать себе личность, нужно создать себе параметры, по которым ты будешь говорить, да, я успешный человек, то есть, ну да, и одним из факторов того, что успешно, это является грамотная речь, в наше время грамотная речь, правильно структурированная, построенная речь, это самое главное, я думаю. То, как ты говоришь, сразу напрямую коррелируется с тем, кем ты являешься для меня. Замечательное направление, я просто замечаю, что на сегодняшний день люди 16-17 лет, их уже нельзя назвать подростками, но еще они не совсем взрослые. Вот как ты считаешь, чтение книг, бумажного носителя, не инстаграма, не электронный вариант, насколько оно нужно сейчас, потому что я очень часто слышу, что многие говорят, книги не нужны, мы и так все хорошо знаем. То есть, насколько именно для тебя, вот именно твой вот словарный запас, который я сейчас слышу, замечательные слова, которые не часто употребляемые, но ты сейчас их употребляешь, насколько вот тебя именно это развило и насколько это нужно сейчас молодому поколению? Безусловно, чтение книг, как вы сказали, в бумажном виде, это очень ценно, знаете, я даже не могу правильное слово подобрать, потому что, например, я, если говоря про себя, я человек, который любит читать бумажный вариант книги, то есть, когда ты ощущаешь книгу, когда ты чувствуешь страницы, ощущаешь, это какой-то исходит особенно какой-то… Магия. Магия, да, контраст с тем, что, как ты читаешь, например, электронный вариант книги, да, когда ты просто привисишь, ну, во-первых, у тебя там снижается зрение и так далее, да, качество, но если говорить про грамотность речи и параллели с чтением книг, да, я скажу, что чтение книг в наше время, это, ну, знаете, я бы не сказала, что не актуально, потому что многие читают, наоборот, сейчас многие начали читать книги, и это стало, знаете, так популярным, и, ну, это популистическое расстройство, мне кажется, действует в сфере психологии, то есть многие начинают читать книги, там, как достичь миллиона или как заработать первый миллион в 18 лет и так далее, но я больше склонна к тому, чтобы читать романы, то есть, например, это Анна Каренина «Война и мир», то есть всем нам известные романы и так далее. И с маленьких лет мне мама приучила читать книгу, вот большая маме спасибо читать, она мне всегда давала книги, она всегда приносила из библиотеки книги, и вот отдавала мне «Читай», и вот у меня не было тогда ни телефона, ну, в наше время, да, были, конечно, телефоны, но она, как-то я этим не болела, и читала книги, вот мне кажется, что именно чтение книг развило мою речь, потому что многие спрашивают, может, ты ходила на какие-то курсы, никакие курсы ораторского мастерства я никогда не посещала, это вот первые книги, второе – это умение выступать на большую аудиторию, и практика, практика, ежедневная практика, чтобы не сидеть на месте там тихо-молчо, серой мышкой, а говорить, говорить свою позицию, отстаивать свою позицию и делиться своими мыслями. Конечно, Солжан, большая молодец, неохота даже прощаться, но нужно заканчивать нашу программу, и в завершение хотелось бы спросить, когда ты все успеваешь, и есть ли у тебя какой-то источник твоего вдохновения? Самое главное – это тайм-менеджмент, то есть правильное ведение, правильное планирование. У меня это маленький блокнот, ежедневник, я вообще не любитель электронного варианта ежедневников, я люблю именно ежедневники, которые, вот как и книги, можно потрогать бумажный вариант, то есть, да, и когда ты ставишь галочки напротив своих целей, напротив своих заданий, которые ты выполнил, это такой большой заряд мотивации дальше идти, и начала я вести ежедневник с 7 класса, то есть, когда я только поступила на Зарбаев интеллектуальную школу, когда эта вся конкуренция, знаете, все это чувствовалось с 7 класса, вот у меня такой настрой идет, и тогда я поняла, что ведение и правильное планирование – это залог успеха, вот во всем, залог успеха, правильное планирование. Я встаю очень рано и провожу такие, такую, наверное, часик для себя, или часик меньше, когда как получится для себя, то есть я настраиваюсь на новый день, и это тоже помогает очень, помогает быть всегда в тонусе. Если говорить про то, что меня мотивирует, меня мотивируют люди, люди, которые сами чего-то достигли, но в плане, если в моем понимании, например, меня мотивирует человек, который уже, к сожалению, не с нами, но это премьер-министр, бывший премьер-министр Великобритании Англии, это Маргарет Тэтчер, «Железная леди». Я про нее очень много читала, очень много смотрела различных фильмов, и она тот человек, который даже если сейчас не живой, но он является символом того, что можно всего достичь, и несмотря на то, какой ты человек, с какими ты качествами, с какими ты, так скажем, в каком ты положении сейчас находишься. И меня мотивирует также музыка, я очень люблю музыку, вдохновляюсь музыкой просто, люблю слушать американских исполнителей, которые, например, Imagine Dragons, вот, моя любимая группа. Спасибо большое, Слажан, за потрясающий диалог, за именно такую, знаешь, такую искру, которая вносит, ну, может быть, для каких-то людей, для молодых людей, это станет каким-то мотиватором, можно так сказать. Это сегодня слово звучало несколько раз. Я желаю тебе дальше двигаться в этом же направлении и достичь того, чего ты хочешь на самом деле. Всего тебе доброго и до свидания. Спасибо вам огромное.